В общем, нас интересует память, память внутри холотропного дыхания. Вы лучше расскажите, как влияет память, как можно изменить при помощи холотропного дыхания. — Холотропное дыхание — это один из методов путешествия в глубину собственной психики, собственной души, внутренней территории, внутреннего пространства. Это все мы можем рассматривать как синонимы. И метод холотропного дыхания дает возможность заныривать туда, в эту глубину психики, души, достаточно глубоко. Ну, настолько глубоко, насколько вот сейчас современные знания позволяют нам предполагать. То есть не только вглубь своей собственной биографии. И прикоснуться и оживить те моменты, которые мы обычно не помним. Вот самые первые моменты после рождения. Моменты, когда мы первый раз приникли к материнской груди, увидели лицо своих родителей, то, что случилось с нами, но даже в самой первой миге, даже самый момент родов и внутрьютробного вынашивания длящегося девять с небольшим месяцев, оказывается, тоже могут быть припомнены. Обычно мы этого не помним. Нам, как считается, это не нужно. И это связано, вот эта фундаментальная забывчивость о ранних годах детства связана с двумя вещами. Ну, во-первых, период внутрьютробный и период, ну, скажем, условно до года, пока мы не начали говорить, это период, когда у нас нет языка. У нас есть голос, мы кричим. Когда нам что-то требуется, или когда мы что-то выражаем и смеемся, целый спектр эмоций и удивительного детского поведения, но мы не говорим. И вот, когда мы начинаем уже говорить слова, слова одновременно являются паролем для вхождения в мир людей. Все люди говорят на словах, общаются, посылают себе сигналы с помощью речи, договариваются об этом и создают вот эту вот удивительную коммуникативную среду, которая называется культурой, в которой мы все живем и в которой все нам говорит. И в то же время они блокируют слова «мир бессловесный». Доступ к нему становится очень затруднительный. Мир бессловесный куда-то исчезает. Он остается, конечно, где-то и в нашей жизни, и в искусстве. И, как мы знаем, наверное, предназначение искусства в том, чтобы постоянно сохранять и привносить этот бессловесный мир, мир красоты, мир нашей жизни, мир невыразимого в нашу жизнь. Без этого жизнь слишком пресна, она невозможная. И эта ситуация напоминает мне ситуацию, обрисованную в мультфильме «Ежик в тумане». Помните, да? Когда вот этот чудесный, волшебный мир тумана, мир волшебного дерева, мир колодца, уховыщефильна, лошади в тумане, то есть мир волшебства, мир чуда, который так сложно выразим в обычных словах, но, тем не менее, мы можем выразить его в поэзии, мы можем выразить его в картине, можем выразить его в песне, в опере, в скульптуре и во всем том, что называется искусством. Мы немножко отошли. Мы немножко отошли, но я рисую вам панораму. Это все связано. То есть вот мы что-то приобретаем, но что-то забываем. То есть вот все это покрывается пеленой. И вроде бы нам достаточно мира слов, мира культуры, мира дневного, но тем не менее, тем не менее, существует еще ночь, ночь, существует язык ночи, существует сновидение, и, собственно говоря, столкование сновидений с их исследования началась в современной психологии. Первая книжка основателя психоанализа Зигмунда Фрейда так и называется «Толкование сновидений». Сновидение – королевская дорога к бессознательному. Сны несут нам знания о бессознательном. Именно в бессознательном таятся причины наших невзгод и наших радостей, наших неврозов и нашего счастья, наших способностей и нашей закрытости или застенчивости, невозможности что-то реализовать. Именно там, в травмах рождения, травмах детства, в событиях жизни хранятся и скрываются все тайны пружины человеческой жизни. Но обычно мы не можем это вспомнить. И очень важный момент, связанный с памятью, состоит в том, что память, как и всякая другая способность человека, как всякое измерение его жизни, развивается и тренируется в ответ на запрос. То есть, если память востребована жизнью, то она развивается. Если память тренируется, как всякий орган, она развивается. Если нам необходима сверхпамять, она тоже начинает открываться. И современная наука знает множество примеров удивительной памяти людей. Память на цифры, память на события. Память, которой блистал, например, выдающийся французский писатель Марсель Пруст. Его знаменитая семитомно-незаконченная эпопея, в свое родо автобиография самого Пруста и французской культуры, и вообще эпохи, называется «В поисках утраченного времени». Утраченное время. И мы его ищем. То есть, мы вспоминаем то, что мы утратили, входя в жизнь культуры. Для чего? Для того, чтобы вернуть себе это. Потому что это очень важно для нас. Потому что тогда мы становимся целыми. Тогда мы заныриваем туда соприкосновение, с чем позволяет нам каким-то образом изменить нашу жизнь в настоящем. Если с этой точки зрения взглянуть на психотерапию. Что такое психотерапия? Я сейчас подхожу с более общей точки зрения. Психотерапия, которая облегчает страдания людей, помогает им избавляться от затруднений, или проблем, или даже болезней. Это своего рода путешествие на такой виртуальной или психологической машине времени в прошлое. В те моменты жизни, где завязывались узлы, приведшие к негативным ситуациям. Мы чего-то испугались. Мы что-то запретили себе. Мы разорвали отношения с другими людьми. Мы, испытав сильные чувства, например, гнев, совершили дурные поступки и отвернулись затем от них. И это ограничивает нашу жизнь. Это стирает наши возможности открываться мир. Поэтому психотерапия – это возвращение памяти. Это путешествие в те точки, точки, я бы назвал их, используя язык современной науки, точки сингулярности, то есть откуда происходит выбор новых направлений развития, траектории жизни человека. И, подобно тому, как в известном очень рассказе Рэя Брэдбери «Эффект бабочки», который потом обыграли в американском фантастическом фильме «Эффект бабочки», «Баттерфляй-эффект», там несколько, по-моему, фильмов есть на эту тему, подобно тому, как путешественники во времени, в прошлом, убив бабочку, изменили целую цепочку событий, которые привела к радикально иной реальности в настоящем, подобно этому, путешествия к истокам событий, в своей памяти, к неблагоприятным ситуациям и изменения их по своеобразной логической цепочке изменяют настоящее. Мы исцеляемся в настоящем. Расскажите, как это происходит, холотропное дыхание? Да, хорошо. Не отвечайте, пожалуйста. А? Пока не отвечайте. Хорошо, секундочку. Сейчас я вам скажу, когда можно будет. Хорошо, хорошо. Вы выключили камеру, я смотрю, на время. Запись. Сейчас мы. Это некоторый контекст более широкий, без которого там не все будет понятно. Вы там то, что нужно, вырежете, то, что вам нужно. Но чтобы вам самим было понятно, я это говорю. Так что не беспокойтесь. Найдете там и зерна в плевелах. И поэтому любая психотерапия, она связана с своего рода путешествием, истоком в детство, в сложные события жизни, или даже, как открыл Станислав Гроф, один из основателей современной транспарциональной психологии, новые направления, глубинной психологии, мы можем вспомнить не только ранние годы жизни, не только первые месяцы детства, но мы можем вспомнить даже и момент своих собственных родов, и внутриутробного рождения. И оказывается, мы вспоминаем эти события, когда у нас существует очень мощный запрос на исправление ситуации в настоящем. То есть у нас очень серьезные проблемы в настоящем. Оказалось, что так называемая травма рождения, то есть конкретные события, происходящие в тот момент, когда мы рождаемся на свет, оказывают большое влияние на всю нашу жизнь. И Станислав Гроф, который был классическим психиатром, обученный в такой материалистической, даже, я бы сказал, марксистской парадигме, работая с глубинной психотерапией в Праге, столкнулся с колоссальным количеством ошеломляющих фактов, для объяснения которых он был вынужден создать новую картографию души, новую картографию внутреннего мира. И наряду с классической областью, связанной с биографией человека, который простирается от момента рождения до момента смерти, этим занимался Фрейд и вообще вся современная психология, Станислав Гроф доказал, что нам необходимо принимать серьезные, исследовать еще две области. Область перинатальная, то есть относящаяся к моменту рождения, пере, около, наталис, рождение, латинские два слова, перинатальный, около родовой в буквальном смысле. И трансперсональная, или сверхличностная область, которая является духовной, общечеловеческой областью, и которая тоже существует в душе каждого человека. И является чрезвычайно важным для всей нашей жизни. Так вот, оказалось, что при работе над глубинными проблемами пациенты спонтанно путешествуют вглубь собственной жизни, вплоть до момента родов, и заново проживают момент своих собственных родов. И прожив его, они избавляются от тех проблем, которые заставили их путешествовать так глубоко в настоящее. Станислав Гроф разработал метод, который позволяет, вместе с своей женой Кристины Гроф, который позволяет, ну, профессионалам безопасно работать вот с такого рода задачами. Он назвал его «голотропное дыхание», в основе которого является интенсивное дыхание под специальную трансовую музыку, и, ну, специфическая телесная работа. Обычно дышит лёжа на спине с закрытыми глазами, под музыкой у каждого дышащего есть помощник, которого называют фасилитатор или сиделка. И при интенсивном дыхании происходит энергизация организма, потому что интенсивное дыхание интенсифицирует цикл Крепса. Это важнейший биохимический цикл, который позволяет организму обновлять и накапливать энергию. Он связан с зарядкой энергии митохондрий, энергетических станций клетки. Поэтому при интенсивном дыхании мы напитываемся энергией. При закрытых глазах эта энергия идёт не на внешний мир, а направляется на внутренний мир. Музыка это активирует, позволяет нам эмоционально раскрыться, преодолеть свои собственные барьеры, границы привычного восприятия. И тогда эта энергия начинает устремляться туда, где она более всего востребована организмом человека. То есть с теми задачами, которые стоят в данный момент перед человеком. Если, например, вы хотите жить более счастливо, и у вас есть какие-то причины, которые заблокировали ваше стремление к счастью, у вас есть, ну скажем, проблемы, связанные со страхом, с застенчивостью, с травмой от отношений, другие люди, или может быть зависимость какого-то рода. И всё это коренится в каких-то событиях рождения, потому что казалось, что травма рождения является первопричиной всех остальных травм. И без её проработки, то есть проживания заново в зрелом возрасте, ну невозможно быть по-настоящему здоровым человеком. По сути дела. Все люди, гениальные люди, почитайте серию тысячи книг «Жизнь замечательных людей», которые раскрыли свою гениальность, все они так или иначе проживали в той или иной степени своё рождение. Ну так, они раскрывались через творчество, через фантазию, через экстаз, через любовь, через наркотики, через алкоголизм, через пьянство, как, например, Эгдар По. И это было их паролем, их ключом для того, чтобы войти в этот мир глубины, который нам в обычном состоянии недоступен. Потому что мы намертво привязаны к другому миру, миру общепринятой обычной реальности. Ну вот в нашей жизни, в дневной стороне жизни нам не нужно в туман. И большинству людей это достаточно. Но если у человека стоит задача идти дальше, если он хочет раскрыться, если у него стоит задача творчества выше среднего уровня, вставить так, то он неизбежно должен одновременно что-то сделать для того, чтобы стать более целым, для того, чтобы снять вот те ограничители, которые мешают ему жить на более высоком уровне энергии, творчества, восприятие и так далее. Что такое травма рождения? Что под этим? Травма рождения, да, появилась впервые... Пацаны, начнись, пожалуйста. Хорошо, да, хорошо. Травма рождения была введена первоначально, это термин в одноименной книге ученика Фрейда Отто Ранка. Это 1929 год, по-моему. Ранк на основе психоаналитических сеансов обосновал, что не только детские травмы, но и еще более глубокая травма, травма рождения является своего рода первопричиной всех остальных событий нашей жизни, первопричиной всех комплексов, всех человеческих проблем. И эта тема настолько глубоко взволновала Фрейда, которому Ранк отдал эту книгу на рецензию, что Фрейд тянул с рецензии четыре месяца. Он был убежден, что отныне Пальма первенца психоанализа перейдет к его ученику. Но в конце концов все кончилось достаточно печально для Отто Ранка. Его выгнали из психоаналитического сообщества. Так Фрейд поступал со всеми своими близкими учениками, которые в чем-то его превосходили. И заново эта тема была введена уже в конце 60-х годов с Таниславом Грофом на основании колоссального клинического материала, когда его пациенты в психиатрической больнице Центра психиатрических лечений в Праге спонтанно начали испытывать вот такие травмы рождения. Это было совершенно непонятно, но в конце концов Гроф был вынужден признать этот факт и составил так называемую картографию перинатальную, которая состоит из четырех перинатальных матриц. Четыре перинатальные матрицы соответствуют четырем фазам рождения. Первая фаза, первая перинатальная матрица, это внутритробное развитие плода в матке, вот это девять с половиной месяцев, и в зависимости от того, как оно происходило, например, если мама жила, ребенок долгожданный, маме хорошо, ее поддерживают, все заботятся, живет в спокойной стране, приобщается к искусству, все ее любят и ждут, не дождутся, когда ребенок появится на свет. Она хорошо питается, нет болезней, интоксикации, это хорошая матка, положительная первая перинатальная матрица. А представьте себе, что если мама вынашивает ребенка где-нибудь в странах третьего мира, недоедает, ее бьют, ребенок нежеланный, она думает, как от него избавиться, были попытки аборта, безуспешные, что чувствует малыш в это время, что он не нужен, уже с самого рождения, еще до рождения, что он не нужен, мама постоянно в стрессе, или, например, интоксикация, что при этом чувствует малыш, что организм матери отравляет его, какие-то чудовища постоянно хотят его отравить. И вот оказалось, что негативные аспекты первой перинатальной матрицы являются первой причиной того, что в зрелом возрасте развивается, как, например, подозрительность или даже как паранойя, навязчивые мысли, представление о том, что мир ко мне враждебен, меня все хотят убить, уничтожить, сместить и так далее. И если идти вглубь истории таких пациентов, оказывается, что это связано вот с такой историей беременности. Наоборот, если положительная перинатальная матрица, то ребенок чувствует, что мир его поддерживает, все его любят, он родился в рубашке, катается, как сыр в масле, все великолепно, все хорошо там, вся Вселенная поддерживает его, и мы знаем и таких людей, их называют счастливчиками. Холотропное дыхание помогает нам достичь этого уровня. Легко, один из методов. Мы друг на друга говорим, потом я не смогу... К картографии вы просили меня описать вот как раз, что такое травма рождения, я вам описываю травма рождения, потому что еще три других матрицы, я могу короче их. Дальше наступает момент родов. Мы знаем, что сперва начинаются схватки, потом потуги, то есть схватки, начинаются приступы, матка начинает сокращаться, что чувствует ребенок в это время? Было все хорошо, он сливался с миром, был един с мамой, и это чувство слияния со Вселенной, положительной первой матрицы, это основа мистиков, основа вообще любых связей человека с миром, основа нераздельности. Если вы чувствуете близость к чему-то, к кому-то, основа этой близости, вот та нераздельная близость, тот симбиоз, то слияние с матерью, которое было у каждого из нас в положительной первой перинатальной матрице. Вторая матрица – это изгнание из этого рая, все начинает сжиматься, в десятки раз возрастает давление, что чувствует ребенок? Его мир спокойствия, мир рая рушится, со всех сторон угрозы, все его сдавляет, но выхода нет, родовые пути закрыты. Все наши ситуации безысходности, отчаянной, потерянности, предательства, Бога нет, я никому не нужна. То есть спасения нет, они связаны вот с этим аспектом родов второй перинатальной матрицы. Потом раскрываются родовые пути, и ребенок начинает продвигаться через них. То есть ужасные опасности, страшные приключения, землетрясения, извержения вулканов, войны, сражения, ад, страшный суд – вот все эти образы соответствуют третьей перинатальной матрице. Крушение всего и вся, ужасные опасности. И, наконец, появление на свет. Мучения закончились, да, я нахожусь на груди матери, там, все хорошо, если все нормально были, хорошие роды, не было травм. И это рождение нового, завершение цикла, обретение нового мира, смерть, плода и рождение ребенка. Потому что одновременно с родом перестает пульсировать пуповина, да, кровь уже не через плаценту, и кислород поступает, а через собственные легкие младенца. Первый крик, да, и он начинает дышать. Пуповина перерезается, эта связь с матерью прекращается, он начинает самостоятельную жизнь. И в зависимости от того, что преобладало в момент родов, например, было слишком много кошмара, очень длинно длились роды, никак не начинались там. Ребенок живет тогда в постоянном. У него есть тенденция воспринимать мир через вот призму второй перинатальной матрицы. Выхода нету, да, как сплошной кошмар. Или, например, вот так называемый популярный экстрим, да, люди, которые практикуют экстрим, которым, что называется, не в кайф спокойной жизни. Они всегда взвинчены, им всегда нужен какой-то, какой-то драйв такой. Это люди, у которых незавершенный процесс, связанный с третьей перинатальной матрицей. Ну, и, например, положительные и отрицательные аспекты первой перинатальной матрицы я уже объяснил. И вот, оказывается, голотрубное дыхание является тем методом, разработанным специально Станиславом и Кристина Гроф, который позволяет нам безопасно возвращаться вплоть до момента своих собственных родов, проживать его заново и избавляться вот от той родовой печати, от родового заклятия, которое есть на каждом человеке. Как говорится, в Библии внуках вы будете рождаться, да, и вот это вот, и есть вот та самая, то самое грехопадение согласно современной психологии, вот та печать, которую мы получаем при своем появлении на свет. Но есть и другие люди, они говорят, в рубашке родился, да, в рубашке, то есть даже настолько были легкие роды, что и околородовая оболочка не порвалась, вот прямо он в ней родился, да, и эти люди, как правило, гармоничны с детства, счастливы, не кричат там, всем довольны и так далее. Поэтому вот такого рода вещи, связанные с памятью, ну, их так просто, они не являются доступными. Но есть еще другая область, которую, которой современная психология, вообще современная наука относится еще более подозрительно. эта область связана с так называемыми прошлыми жизнями. И это связано с тем, что очень сложно получить убедительные научные доказательства того, что прошлая жизнь действительно есть. О прошлой жизни говорит вся восточная психология, философия, духовная традиция. О цепочке перевоплощения, о том, что все мы перевоплощались и жили и в образе насекомых, в области рыбы, в человеческих обличьях. И за этой жизнью последует новая жизнь. христианцев вплоть до третьего века нашей эры тоже придерживались доктрины перевоплощений и множественной жизни, но после Никейского собора в третьем веке изменила свои представления и стала говорить о том, что жизнь только одна и единственная. И после смерти нас ждет либо рай или ад. И в конце все снова предстанут перед Христом на страшном суде. Но если исходить из концепции прошлой жизни, то эта идея пришла в современную психологию и психотерапию опять-таки с точки зрения фактов. То есть с точки зрения непосредственно психотерапевтической работы. Оказалось, что спонтанно люди в сессии психотерапии начинают получать доступ в частности галатрубного дыхания к событиям, которые явно не происходили в их биографии. Как они помнят, по крайней мере, себя. Это может быть какие-то события, связанные со временем фашистской Германии или древнего Египта или например Мезоамерики были древними майя, например, и вот события, связанные с этими. И прожив заново эти события, они каким-то чудесным, невероятным образом избавляются от проблем в настоящем. Ну, я как ученый, мое первое образование биофизика, я окончил Московский физико-технический институт, отношусь к такого рода событиям, как гипотезе. Я не считаю, что это какой-то несомненный факт, но опять-таки как практик я знаю, что прожив те события, которые мистики и люди восточного духовности называют прошлыми жизнями, люди избавляются от проблем настоящей. Наука, к сожалению, может исследовать и картировать только малую область нашей внутренней территории, нашей психики, и гораздо больше область картирует и исследует искусство и мировые духовные традиции. Поэтому, я думаю, что с точки зрения прагматизма или с точки зрения помощи человека, мы можем использовать расширенное представление о том, что такое душа, что такое психика или внутренняя территория и использовать то, что работает для того, чтобы помочь людям. не мешает руки, но не мешают в ушах, нет? Да нет, там немножко не произойдет. все-таки конкретно в чем состоит техника? Техника аллотропного дыхания мы ложимся на маты, закрываем глаза, расслабляемся, включается ритмичная трансовая музыка и под эту музыку люди начинают дышать глубже и чаще, ртом или носом, как угодно. Главное, интенсивнее, потому что единственный фактор, который влияет на повышение энергизации организма, это интенсивность дыхания. А как интенсивнее, это не важно. Все-таки йога вообще все говорят медленно дышать, дышите глубже, а тут наоборот. Нет, совсем нет. В йоге тоже существуют быстрые способы пранаяма или техники дыхания, различные пхастрики, различные, например, в кундалини-йоге центральная дыхательная практика это дыхание огня. Это очень быстрое дыхание. И, например, у суфиев в традиции, это мистический ислам, существует тоже практика таких духовных ритуалов, связанных с интенсивным дыханием, она называется зикр. И во время зикра я участвовал сам в нескольких зикрах с известными суфьями. Во время зикра, который длится порядка полутора часов, участники этого духовного ритуала тоже дышат интенсивно. А, Алла, и Алла, и Алла, творя имя Всевышнего, Алла, например, да, и входят тоже в очень глубокое состояние глубокого транса, открываясь, преодолевая границы обычного восприятия и имея очень глубокие мистические переживания, которые возвышают их, очищают их. А как это происходит именно с медицинской точки зрения? Вот кислородное голодание в каком-то смысле? Нет, никакого кислородного голодания нет, и не может быть при интенсивном дыхании. Ну, если вы дышите интенсивно, какое же там голодание? То есть, не голодание, а наоборот, перенасыщение. Тоже это перенасыщение тоже не происходит. Дело в том, что внутри организма существует очень сложная система, которая называется «Система управления дыханием» или на специальном языке «Дыхательный гомеостаз», то есть «Поддержание дыхательного равновесия». И существует у каждого человека, вот, в область, затылка, ретикулярная формация, это своего рода биокомпьютер, который собирает с датчиков, с рецепторов на сонной артерии, на сердце, на всех жизненно важных органах, информацию о содержании углекислого газа и кислорода, параметры. И на основании этих датчиков регулирует дыхательную систему и вообще работу всего организма. Другими словами, в организме каждого человека существует двоякого рода защита от дурака. Ну, чтобы мы себе... Сейчас я отключу телефончик, чтобы... Другими словами, в организме каждого человека существует двоякого рода защита от дурака, чтобы мы себе не навредили. Не навредили слишком медленным дыханием или остановкой дыхания. Мы знаем, что если мы перестаем дышать, мы можем не дышать некоторое время, да. Но потом мы спонтанно вдыхаем. Даже если мы вот приложим все усилия воли для того, чтобы не дышать, мы потеряем сознание и вдохнем. То есть невозможно убить себя прекращением дыхания. Точно так же невозможно убить себя слишком интенсивным дыханием, потому что существует такой так называемый шунт между большим и малым кругом кровообращения. Он открывается в этом случае. И мы не можем существенно изменить внутреннюю среду организма, внутренние параметры организма. Так что сколько ни дыши, там все будет, что называется, стравливаться, как в топке паровоза, да, в гудок будет выходить излишнее давление. Все-таки как объяснить с точки зрения памяти? То есть вот интенсивное дыхание, и как тут включается мозг, память, и вот эти вот галлюцинации, не знаю, развращения к прошлому. Кто-то идентифицирует себя с волком, с медведем. Вот это вот с точки зрения мозга, как объяснить? Память – это фундаментальная характеристика психики или нашего внутреннего пространства. А фундаментальной характеристикой внутреннего пространства является то, что все, что туда вложено, то есть все, что мы пережили, как событие своей жизни, оттуда уже не может быть вынято. То есть невозможно это стереть. Диск компьютера стереть можно, но внутренний диск, хранилище, стереть невозможно, абсолютно невозможно. Можно еще новые переживания, еще, еще, еще. Поэтому все, что мы прожили, все свидетелями, чего мы явились, в той или иной степени, в какой степени мы это воспринимали, были распахнуты наши двери и окна восприятия, наши органы чувств, как работали, все это у нас хранится. И если это необходимо, это может быть заново предъявлено или заново вспомнено. Поэтому память, вот такая, как фундаментальная характеристика, есть у каждого человека. Но будет ли она активна и в какой степени она активна, это зависит от того, в какой степени мы это тренируем, в какой степени это востребовано, в какой степени это необходимо, и в какой степени мы живем, в какой степени это требуется наша жизнь. Например, память художника, да? То есть на особые состояния, на особые переживания, на особые символы. Если нам это нужно, это вспомнится. Гроф также открыл то, каким образом эта память организована. То есть как вот оказывается очень интересным способом организована наша память. Гроф вёл представление о так называемых системах конденсированного опыта. Оказывается, что все события одного типа имеют тенденцию как бы храниться в определенного рода созвездиях, или кустах, или ячейках. Ну вот как на складе товара одного типа хранятся в одном месте. И вот все события, например, которые мы называем словом «любовь», да, они все в одном месте. Все события, которые мы называем словом «разочарование», они в другом месте. Все события «страх». И поэтому, если мы начинаем, работаем со страхом, то начинают вытаскиваться, вспоминаться, актуализироваться все события, которые откликаются, которые имеют в себе вот это измерение или переживание страха. Это тоже очень важный момент, связанный с организацией нашей памяти. Ученые считают, что вся память, вся информация в мозге. Мистики и представители альтернативной науки говорят, что хранилище информации где-то в космосе, то есть вне мозга. Есть ли некое хранилище, склад информации вне мозга? Или все-таки все внутри головы? Ну, здесь, да, совершенно верно. Но, кстати, не только мистики, но и некоторые ученые, такие, например, как лауреат Нобелевской премии Карл Прибрам или знаменитый квантовый физик, ученик Эйнштейна Дэвид Боум, автор идеи о голографической вселенной. Карл Прибрам известен своими теориями о голографической памяти, то есть, которая стоит в том, что не каждый нейрон или их совокупность хранит какую-то информацию по принципу двоичному, единица ноль, битовому, компьютерному принципу. Но как голограмма хранит всю картинку и самая маленькая часть голограммы хранит в себе все целое, точно так же система мозга, материальная система мозга представляет собой вот эту гигантскую голограмму. И поэтому каждый участок мозга хранит представление обо всем. Поэтому мы можем практически записать неограниченное количество информации в своем мозгу. Это вот одни представления, которые выходят за рамкой традиционных представлений, основанных на компьютерной модели памяти и сознания. Но есть еще более удивительные представления, которые развивает, например, очень известный современный ученый, философ, это Эрвин Ласла, у него есть представление о так называемых Акаша-полях. Акаша – это древнее представление, взятое из индийской философии, о том, что существует вот это пространство вечности, в котором хранятся записи всех событий, которые происходят в нашей Вселенной. И при необходимости можно иметь доступ не только к событиям в своей жизни, но и вообще к любым событиям, которые когда бы то ни было, где бы то ни было происходили. И вот Эрвин Ласла на основе анализа современных научных представлений считает, что вот Акаша-поля имеет место быть, и они действительно существуют. Он связан с данными квантовой механики, и в них хранятся все события. Поэтому представления, которые тоже исследуют и современная наука, которые известны, и из исследований людей с необычными способностями, или с которыми мы можем встречаться в популярных передачах типа «Битвы экстрасенсов», вот такого рода уникальный доступ к каким-то событиям, не через материальные каналы, они могут основываться на такого рода вещах, как Акаша-поля. Ну, есть еще одно представление, которое говорит о том, что мозг материальный является не сколько причиной нашего сознания, сколько вот тем материальным аппаратом, который позволяет нам считывать переживания вот из этих вот, с универсальных носителей, которые существуют в нашей Вселенной, и которые распределены везде. То есть каждая частичка, каждая мельчайшая пылинка этой Вселенной несет в себе всю информацию о жизни. Вся Вселенная есть гигантская голограмма космоса. И поэтому люди могут настраиваться на любой объект, на фотографию, на кристаллы и так далее, получать из него, на свое собственное тело, и получать из него информацию. Ну, это подобно тому, как, смотря на экран телевизора, мы возобнили бы, что телевизор и является источником передач, который мы видим на экране. Но ведь это же абсурд. И в качестве аргумента, в пользу этой гипотезы, мы говорили, ну вот если мы разобьем телевизор, картинка исчезнет, если человек получит травму мозга, он же потеряет сознание, например, да, и значит, источником сознания является мозг. Но мы-то знаем, что телевизор является всего лишь приемником, который воспринимает через эфир, там, или через кабель, через спутник программу, которая транслируется из студии, из телевизионных станций и так далее, и которая произведена совсем в других местах, как и эта программа. И подобно этому мы сами являемся вот такого рода приемниками вот того фильма, который называется «Моя жизнь». Мы воспринимаем это. И поэтому наше тело, и наш мозг, является вот такого рода совершенным приемником вот этих сигналов сознания. Вот это тоже вот существует, и такого рода гипотеза, которая, ну, альтернативно материалистическим представлением. Вообще, совсем недавно мой коллега, один из виднейших трансперсональных психологов мира, Чарльз Тарт написал удивительную книжку, которая называется «Конец материализма» или «Начало духовной эры». Она только что издана в России издательством «Постум». В этой книге Чарльз Тарт анализирует удивительные события, в том числе вот парапсихологические события, экстрасенсорику, и доказывает, что мир совсем другой, нежели тот, каким его считает большинство ученых и людей. Он исследует ключевые парапсихологические явления, приходит к убеждению об их достоверности и отвечает на вопрос, каким же должен быть мир, чтобы эти явления были возможными. Ну и как? Ну, это мир, который с Акаша-хроникой, с расширенными восприятиями, с нелокальностью сознания. Таким образом, мы все намного больше взаимосвязаны, нежели мы привыкли об этом думать. Мы, ну, люди – это система сообщающихся сосудов своего рода. Но типичным примером такой вот системы сообщающихся сосудов является семья. Люди, которые работают с семейными проблемами, семейные психологи, они хорошо знают, например, что из семьи невозможно выгнать стресс, если он есть в семье. Ну, например... Ну, это не относится к памяти? Относится к памяти, голографической теории памяти. Ну, бог с ним. У нас еще пять кассет, у нас много что отнесется к памяти. Так, то есть, человек, мозг, есть телевизор, который передает. А где... Приемник, который принимает. Да, приемник. Кассета за мелкассетой. Да? Да, Кассашек хочет. Ага. Ну, то есть, стресса и голографическая память змеи. Объясните, как это относится? Да. Сейчас я тоже там... Кончилось, да? Да, он вообще выключил. Да, 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 он 29 минут. А вы новый его за 45 тысяч покупали, да? Ну, около этого, да. Они раньше такой был. Им-то семерка, да? Да. Хороший, как вторая камера для крупных планов, который позволяет рисовать. А с рук тяжело с ним ходить. Ну, да, 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 там... Нет, вот у меня все объективы, которые используют, они со стабилизацией, поэтому нормально, в общем-то. Ну, со штатива нормально. Ну, с рук вот-вот, Сонька, там просто фантастическая стабилизация. И объектив Цейсовский. Это вот 740-ая, 760-ая, 780-ая серия. С новым мощным сенсором, который в плохих условиях света отличную Full HD картинку дает. Ахолотропное дыхание сродни ЛСД, я читал, ЛСД. ЛСД – это химический препарат, который... Психоделик, который изменяет нашу психику. Ахолотропное дыхание – это всего лишь интенсивное дыхание. Под музыку. Сейчас я там включаю тогда. Извините. Вы не поправите, мне кажется, вот микрофончик. Микрофончик. Вот мой микрофончик куда-то. Вы мною управляете. В какую сторону там, что вам интересно, что вам нужно для фильма? Я пытаюсь. Да, хорошо. Вот и хорошо. Это и есть диалог. Наглядь, вы даже разрешаете. Да. Здесь очень плохо. Да. Все плохо. Здесь плохо, да. Все включил, да. Как деселлер... Он же не резкий что-то тут какой-то. Да. Вы профокус правили? Нет. Он же на автомате, а посмотрите на штамп, а потом не резкий. Не резкий. Не резкий, вот. Ну, можно сделать наезд и назад там он поймает. Поймает, потому что когда я вышел из кадра, он на задний план там шел, да. А посмотрите сейчас туда, он все равно на стекло, видимо, там ярче. Покрупнее сделать тогда. Ну, один вопрос. Да, ну, да. Главный. Сейчас только я главную камеру включу. Кто режиссер выборите или есть там другой режиссер? Ну, тут как-то все интересно. Есть еще режиссер монтажа, который будет все монтировать. После того, как сценарий будет написан. Режиссера не знаю, можно ли назвать режиссером. Вот только здесь, на съемках. Это первый тот или у нас. А в ТНТ это какой формат там? Какой там серия проекта или там что? Странное дело. Странное дело. А в каком будет минуту? 39. Ирэх 44. Ирэх 49. Ну, в этом достаточно большой. Ну, да, большой. Первый фильм. Если человек приемник, телевизор, то где вот эта студия, то есть мозг? Вся Вселенная. Вся Вселенная постоянно. То есть все живые существа во всех временах, во всех солнечных системах, во всех Вселенных, они являются как раз вот теми студиями, которые производят контент. Взрывы сверхновых звезд, рождение галактик. Это все контент Вселенной. Все это записывается в Акаши-хронике. И, соответственно, люди обладают способностью в очень широком спектре настройки на любые события Вселенной. И это было удивительно для Гроф. Он показал, что в сессии холотропного дыхания мы можем вспомнить не только нашу жизнь, но вот в трансперциональных переживаниях, в надличностных переживаниях, мы можем прожить жизнь других людей. Мы можем стать дельфином, можем стать коровой, можем стать травинкой, мы можем пережить жизнь атома, мы можем стать фотоном, который путешествует по Вселенной со скоростью света, мы можем стать душой планеты Земля, мы можем стать древними богами, мы можем прожить жизнь Христа. И, кстати, большое количество людей, которых я обучал холотропному дыханию, около ста сертифицированных ведущих я подготовил, и тысячи людей проходили со мной через путешествия в мире души. Многие очень из них имели вот такие, такого рода надличностные переживания. Каким-то образом эти переживания необходимы нам. Наша жизнь не может быть сведена к сухому остатку, к прагматизму, к выживанию, к карьере, к тому, чтобы добиться успеха в жизни, и вообще к тому, что жить вот только на дневной стороне нашей жизни. Это, по большому счету, то, что братья Вачовски назвали матрицей. Запрограммированная, обкарнанная, усеченная жизнь, в которой жизни-то и нет, потому что тут в ней нет свободы, в ней нет души, в ней нет спонтанности, в ней нет экстаза, в ней нет загадки и тайны, в ней нет сказки. И поэтому, по сути дела, люди хотят открыться, люди хотят чего-то большего, чем они являются. В жизни у людей существует большой запрос на то, чтобы расширить свою жизнь. И это может делаться вот в такого рода семинарах, в такого рода упражнениях для здоровых, нормальных людей. То есть это не обязательно психотерапия, это просто такого рода лаборатория самопознания, упражнения на самораскрытие, на то, чтобы увидеть что-то еще. Ну и, соответственно, каждый видит то, что ему нужно, то, что жизнь требует от него для того, чтобы она стала полнее. Вот это будет, наверное, последний вопрос. Вот интенсивное дыхание, человек уходит в транс, да? То есть вот что при этом в мозгу происходит именно с медицинской точки зрения? Почему именно эти образы возникают? Как все это объяснить? Ну, современная наука не имеет законченных теорий в отношении того, что происходит в нашем мозгу даже в нормальном состоянии, не говоря уже об измененных состояниях, экстатических состояниях и так далее. Мой большой друг, крупнейший в России специалист, ученый по измененным состояниям сознания, профессор Юрий Акадьевич Бубеев, который всю жизнь изучает измененное состояние сознания, который много очень работал для космоса, для обороны и так далее, ключевые его исследования, автор книжки «Психофизиология измененных состояний сознания». Он убежден в том, что современная наука знает очень мало об этих состояниях, поэтому мы, честно говоря, не имеем никакого исчепывающего представления о том, как действует табак, о том, как действует алкоголь, о том, как действуют галлюциногены, наркотики. И поэтому, соответственно, у нас нет готовых ответов, готовых лекарств, готовых средств для того, чтобы избавиться от ситуации, когда это становится проблемами серьезными, то есть зависимостями в жизни людей. Все. Один вопрос только задал. Ну, это... Давайте еще один вопрос. Ну, это можно не снимать. Ну, просто я вспомнила на занятиях МХК «Мировая красокультура» нам рассказывали, что в египетских пирамидах есть книга жизни, которая не видна человеческому глазу. И там все события жизни записаны. И те, которые были, и те, которые будут. Ну, это общекультурные представления, не только в Египте, в любых культурах мы имеем представление вот о подобного рода всевидящем оке. Возьмите долларовую банкноту. Что вы там увидите? Пирамиду египетскую, да? Это сверху глаз в треугольнике. Ну, говорит, это классический символ масонства, но одновременно внутри масонства и сакральных традиций это всевидящее божественное око. Где в жизни мы можем найти это всевидящее око? Да вот сейчас я смотрю на вас, а вы смотрите на меня. И в каком-то смысле это наш взгляд и есть прообраз этого всевидящего ока. Потому что если мы будем смотреть друг друга неограниченно, наш взгляд станет взглядом Бога. Это, кстати, очень глубокое и общее представление для мистических духовных традиций, для европейской философской традиции. В средневековой сколастике говорилось о том, что мир есть чувствилище Бога. Бог смотрит на мир через человеческие органы чувств, через животные органы чувств. Поэтому и вы, и я в каком-то смысле шпионы Господа Бога. Прямой агенты 001 или 000, как вам угодно. Молча посидеть, да? Нет, ну, давайте, да. Ну, то есть, вы... То есть, каждый специалист в программе, он должен все-таки говорить на свою тему, ведь так? Наверное. Если вы скажете про эту книгу жизни, это будет правильно? Моя тема в широком смысле – это картография души, картография внутреннего мира. В узком смысле я специалист по транспорциональной психологии. Я заведующий кафедрой транспорциональной психологии в Московском институте психоанализа. Готовлю профессионалов, людей, издаем книги. Но в более широком смысле. Да, но к тому же я работаю в институте философии всю свою жизнь. Я профессиональный философ там и так далее. Там занимаюсь сознанием. То есть, это более широко, чем психология. Это культурологические аспекты и так далее. Поэтому, ну, вот, как бы я дилетант широкого профиля. И знаю обо всем понемногу, и что-то знаю более так фундаментально. То есть, если вы скажете про книгу жизни и дадите какое-то объяснение там. Ну, пожалуйста, да. В общем-то, то, что я вам сказал, там были и научные, и общекультурные объяснения того, что такое память. Но очень важно понимать, что память – это не что-то такое удивительное, уникальное. Это фундаментальная характеристика внутреннего мира, которая состоит в том, что все, что мы пережили, запоминается и сохраняется. И, если необходимо, может быть, воспроизведено опять, прожито в настоящем времени. Но, как правило, у нас сейчас очень маленький запрос на это. И поэтому очень мало из этого востребуется назад. И очень к малому мы имеем доступ. Поэтому, как бы, мы живем в слишком узком мире, поэтому и наша память ограничена. Но если мы начинаем больше требовать от жизни, от мира, хотим жить на всю катушку, хотим быть счастливыми, хотим быть творцами, тогда, соответственно, двери распахиваются. И тогда нам мало не покажется, потому что вспоминается такое, что и это все нужно прожить, понимаете, и понять, осмыслить, и обжиться. Но это дает совершенно другое качество жизни и другие силы, которые мы называем творцом, способностями, гениальностью и так далее. Ну, книгу жизни же можно отнести к тому блоку в программе, что книга жизни – это и есть хранилище информации. Одна из теорий, где хранится информация. Ну, в Египте, помимо книги жизни, была очень известная книга мертвых, египетская книга мертвых, о том, как умирать, о том, что нас ждет после смерти, и как будет происходить наше посмертное путешествие. Поэтому книга жизни существовала вместе с книгой смерти. Это два аспекта, как Орел и Решка, неотделимые друг от друга. Это очень тоже важно понимать. Спасибо.